В окружность радиуса 1 вписали энгур. На каждой стороне отметили произвольную модель с одной точкой. И рассмотрели вот такую. Докажите, что периметр не меньше, чем 2s разделить на r. Для любого вписанного в окружность многоугольника периметр вписанного в него многоугольника не меньше, чем 2s разделить на r. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть пунктирный многоугольник. И нас интересует связь площади всего с периметром пунктирного. Так, посмотрите, если вы возьмете такую фигуру, то у нее очень интересная штука. Вот одна диагональ – это радиус, описанная в окружности. Одна диагональ – это радиус. Другая диагональ – это сторона. Так вот, чтобы решить задачу, нам нужно забраться с такой картинкой. Для любого выборного угольника надо доказать, что его площади не больше, чем половина произведения диагональ. Давайте поймем. Его площадь – это произведение умножить на синус угла между диагональами. Абсолютно верно. Для тех, кто знает, что такое синус, просто такая формула. Площадь четырехугольника – это произведение его диагонали синуса угла между ними, деленное на 2. Для тех, кто не знает, что такое синус, тоже несложно. Господа, смотрите, если мы проводим здесь высоту, то вот этот отрезок не больше, чем вот этот кусочек диагонали. Проводим здесь высоту, то же самое. Это высота не больше, чем этот кусочек. Значит, их сумма не больше, чем диагональ АС. А площадь каждого из этих треугольников – это и есть основание БД умножить на высоту пола. Складывая, получаем такую нерависть. Отлично. Теперь переходим к нашей задаче. Вообще-то уже мы все решили. Можно весь многоугольник разрезать на такие вот фигуры. Поняли? Как устроена эта фигура? Одна вершина – это вершина большого многоугольника. И две другие вершины рядом – это вот вершины вписанного. Ну и, естественно, центра окружности. То есть, фактически, мы соединяем центры окружности с вершинами пунктирного многоугольника. Соединяем, соединяем, соединяем. Каждый раз применяем вот это утверждение, что площадь не больше, чем в произведении радиуса на вот это вот отрезок пола. Складываем все это, получаем, что площадь не больше, чем... Давайте в сторону обозначим 1, когда на n, вот в сторону пунктирного многоугольника. Делить на 2. Ну, соответственно, на 2 умножаем, на 1 делить, и все получилось. Продолжение следует...